Дорогие друзья, братья и сестры, я буду читать текст Святого Писания, потом тему скажу. Книга Экклесиаст, глава 2, буду читать 12, и 13, и 14 тексты. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость, и безумие, и глупость. Ибо что может сделать человек после царя, сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудростью перед глупостью, такое же, как преимущество света перед тьмою. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Братья и сестры, друзья, дорогие, мне очень нравится книга притчи, книга Экклесиаст. Этот мудрый человек, одаренный Богом, он так преподносит библейские истины, просто нам понятно. И вот он посмотрел на мудрость и на глупость, и запереживал, как бы так отобразить преимущество мудрого от глупого. Ну вот я думаю, каждый разумный человек, он понимает, что мудрый, он лучше, чем глупый. И мы, друзья, себе хотим мудрых. И вот он говорит, я посмотрел и понял, что преимущество мудрости над глупостью так же ярко или так же контрастно, как свет перед тьмою. И дальше он говорит, у мудрого глаза в голове его, а глупый ходит во тьме. Тема моей проповеди – преимущество вечных ценностей перед земными, преимущество небесного перед мирским, преимущество христианского пути перед этим миром. Дорогие друзья, вы знаете, и вот он говорит, какой яркий контраст, преимущество, как свет перед тьмою. Один брат рассказывал, он в Германии был в одном музее, называется «Музей света». Музей сделан, ориентирован так, как будто бы я слепой человек. Вот как себя ощущает слепой человек. И вот разные комнаты. И он говорит, заходишь, одна комната, супермаркет, тележки катаются там, кассир, касса пикает, значит, все. И ты абсолютно в кромешной темноте, вот как ощущает себя слепой. Заходишь в следующую комнату, и ты оказался на перекрестке многолюдного города, где машины ездят, там светофоры, да, люди ходят. И вот, и он говорит, так, несколько комнат. Я ходил, ходил в этом музее света, музее тьмы, вернее. Я, говорит, вышел на улицу, сложил руки и поблагодарил Бога за свет. Господи, слава Тихо, что у вас есть свет, что я видеть могу. Что вот, я не слепой, я зрячий, и я это все видеть могу. И вот Соломон Экклесиаст, он говорит, вот преимущество мудрого перед глупым, преимущество конкретное. Братья и сестры, вот, и я думаю, что каждый из нас, он прекрасно понимает, что с Богом хорошо. С Богом это счастье, это благополучие, это благословение. Братья и сестры, но вот мы сегодня сидим в собрании и поем песни. Небо для нас это дом родной, Христос это имя мне дорого. Братья и сестры, и лица у нас такие окрыленные. А если посмотреть на практику нашей жизни, то практика жизни порой моей показывает, что преимущества у меня совершенно другие. И я порой живу, как будто я о небе вообще не думаю, что это мой дом родной. А он говорит, преимущества так яркие, и я должен это увидеть. Апостол Павел, вот этот текст, который мы взяли в основание темы, он говорит, что для меня было преимуществом. Молодежь, я хочу, чтобы каждый сегодня себе задал вопрос, что для меня преимущество. Недавно в нашей молодежи мы провели такой опрос. Я на молодежном провел опрос, говорю, нужно к следующему молодежному написать на листочке, что для вас, как для христианина, является драгоценностью. Ну по-настоящему написать, не так вот взять из Библии и списать, он для нас верующих драгоценность. Ну если для меня драгоценность iPhone 12, так и напиши, для меня драгоценность iPhone 12. И многие написали, вот что по-настоящему для меня является драгоценностью. Кто-то написал материальное, кто-то написал, что для него время драгоценность, кто-то еще что-то. Братья и сестры, апостол Павел говорит, у меня были свои преимущества. Но когда я увидел образ Христа, когда Бог мой ум просветил светом своим божественным, я увидел путь Божий превосходнейший. То это все, оно стало мусором, оно стало ссором, и я увидел путь Божий, я по нему пошел. Братья и сестры, многие христиане смотрят на путь Божий и видят в нем минусы, и видят в нем какие-то страдания, скорби. На христиан смотришь, на христианство какое-то бремя неудобоносимое. Все так сложно и столько переживаний. И братья и сестры, да, но с нами Бог. И главное преимущество, что наша жизнь, она вечна, а здесь на земле оно все временно. Я помню, мы в родительском доме жили, вот семья нашей родители рассказывали нам, когда вот я родился, потом брат мой через 11 месяцев родился, а соседи на родителей смотрели с таким презрением, и такие слова говорили, что вот вы нищету уплодите, вот папе говорили, ты вот жену свою пожалей, значит, столько раз она в роддом ходит. Ну а потом один, второй, третий, нас в семье восемь, четыре мальчика и четыре девочки у наших родителей. Да, он уже больше. Вот ноги женились. И время прошло, мы выходим весной на огород. И вот эта соседка подходит и говорит, мамина, как вам хорошо, как вам хорошо. Вы, говорит, как стахановцы. Знаете, кто такие стахановцы? Я прочитал, что стахановцы, это, я сам не знал, стахановцы, был такой человек, стаханов, у него были последователи, колхозники, рабочие, у которых инженерно-технический склад ума, такие они, вот. Они всегда делали больше назначенной им нормы. Вот надо две грядки прополоть, они десять пропалывали. То есть вот такие люди. Вот она, соседушка старенькая, вышла, там вот у нее сегодня бы рядочек прополоть, и она проснулась, а у соседей весь огород уже прополоть, да? Вот вам хорошо. А когда они смотрели, когда вот трудности были, да, и нас часто это останавливает. А рядом вот так через огород соседи с нами жили, они говорят, тоже, тоже так же говорили. А у них был один сын, и этот сын, он очередной раз там выпил алкоголь, и алкоголь был некачественный, и в результате он умер. И вот они в таком горе, ему 30 лет, они сына похоронили. И вот они приходят к нашим родителям, и говорят, серьезно так говорят, продайте нам вашего Гришу. Братья и сестры, а Гриша, он нашей маме достался с таким трудом, церковь вся постилась, и мальчики некоторые молились, Господи, дай, чтобы тетя Тоня побыстрее Гришу родила, потому что очень кушать хочется. А потом этот Гриша мастером стал, он гвозди забивал между досок, очень профессионально. Вот, сейчас уже в доски забивает. И вот, братья и сестры, вы знаете, испытания, трудности, переживания, но какой конец? И вот мы порой на временном этапе жизни смотрим, и вот как вот здесь, вот там так хорошо, там так прекрасно, там вот музыка такая, там такие благословения. Братья и сестры, вот надо себе внутри пересмотреть. Бог меняет наше мышление светом, Словом Своим просвещает. Я внутри вижу, вот как свет и тьма. Вот некоторые копошатся в этой тьме, и нашли там какие-то преимущества, нашли там какие-то прелести этого мира, и выставляют это на показ. Говорят, это все хорошо, это прекрасно, но это все временно. И это все, это все когда-то закончится. Послание евреям, 11 глава, 23-24 текст. «Верую Моисей, по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Братья и сестры, вот недавно обратил на этот текст Писания внимание. Посмотрите, что Писание называет временным греховным наслаждением. А временным греховным наслаждением по тексту. Жизнь в доме фараона, вот это преимущество, он отказался от этого, хотя, ну, нам кажется, вот посмотреть, ну, глупо это, зачем ты это делаешь? В общем, если он отказывается, идет путем страдания с народом Божьим, потому что внутри его, в сердце его, в разуме его, очень правильно и верно расставлены приоритеты. Очень правильно и верно, вот он понимает эти преимущества, что надо идти к свету, надо жить во свете, и пусть будут страдания, пусть будут скорби, пусть порой будет... Братья и сестры, а часто вот для нас что является преимуществом? Я помню, несколько времени назад, лет, наверное, 10, даже чуть больше, мы с семьей отдыхали в Китае, вот, значит, на море, и отдыхали так группой, группа туристов, значит, нас, и нас там сопровождали каждый день, предлагали нам разные экскурсии. Вот хочу на эту, иду, хочу, не иду. И вот помню, мы поехали на экскурсию в аквапарк, там, значит, смотрели животных, все, ходили там, на автобусе ездили. Но экскурсия закончилась, и гид наш, она нам в автобусе говорит, покушать надо, давайте, давайте в ресторан. Мы вообще в рестораны не ходим, ну, в отпуске можно позволить. И вот в ресторан, и начинает предлагать, вот есть ресторан вот такой, там готовят вот это, вот это, а есть, говорит, ресторан вот такой, и потом, говорит, а есть ресторан, вход, 10 юаней платишь, заходишь, и целый день там сидишь, не выходишь, что хочешь, кушаешь, и еще, там пиво бесплатное, и весь автобус, да, значит, туда едем, весь автобус, кроме нас, вот, значит, мы туда едем. И, братья и сестры, вы знаете, мы приехали в этот ресторан, действительно, 10 юаней за вход платишь, и вот, и люди пошли. Там висит такие два больших бака, здоровенных, не знаю, сколько литров, значит, вот с этим напитком, и люди все туда. А мы ходим, как свободные люди, значит, пищу выбираем, для них другой еды нету. Вы знаете, им разговорились немножко за столом, там мужчина один, он в Благовещенске работает водителем скорой помощи, и он тоже подошел с бокалом, а на нем этот напиток закончился, не хватило ему. Он такой злой, а он там каждый день этот напиток употреблял, вот, отдыхать поехал. Братья и сестры, вы знаете, вот что для меня внутри, меня это будет привлекать, меня это будет влечь, может быть, может быть, вот это, может быть, еще что-то. Разные преимущества, они будут, они будут во мне преобладать. Книга пророка Малахии, 3 глава. Господь через пророка Малахию говорит, дерзостны предо мной слова ваши. А он говорит, да что мы говорим? А вы говорите, напрасно мы трудимся, напрасно. Вы посмотрите, вот, без Бога люди, они устраивают жизнь свою так хорошо, у них все хорошо. Братья и сестры, а 18 текст говорит? Книга пророка Малахии, 3 глава, 18 текст. И тогда снова увидите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Братья и сестры, он говорит дерзостны предо мной слова ваши. Говорит, потому что внимает Господь. И боящийся Господу, говорит, внимает Господь. И перед лицом его пишется памятная книга. И Господь все про нас знает. Если мне сейчас кажется, ну, тяжело на христианском пути, у меня трудности, у меня переживания. Бог все это видит, Бог тебя благословит, Бог воздаст. Иди этим путем Божьим, види это преимущество, взирай верой. Потому что Моисей, он отказался от этого земного, потому что смотрел вперед, потому что смотрел на небесное. Вы знаете, я помню, у нас молитвенный дом мы строили. Мы тогда молодые были. И родители у нас держали хозяйство подсобное. Да, сейчас постарели чуть-чуть. Вот. Родители держали хозяйство подсобное. У нас в тот год, когда вот возводили стены на молитвенном доме, было четыре дойных коровы. И, братья и сестры, вы знаете, мы вот здесь утром приходим, братья приезжали из Германии, они кирпичную кладку уложат, а мы им раствор мешаем. И мы работаем, работаем. А здесь братья изобрели такой школьный звонок. Звонок на обед, в час. На обед. Все братья, о, обед. И на обед. А у нас в час коров с поля пригоняют. Мы садимся на велосипеды и домой. Приезжаем домой, кормим коров, доем, отгоняем на поле и в два часа возвращаемся на стройку. Приезжаем, братья уже отдохнули, покушали, а нам надо работать. И вы знаете, на определенном этапе у нас какое-то вот такое недовольство, потому что мы смотрим наши соседи, одноклассники, они вот катаются там на великах просто так, а мы вот трудимся. И нам кажется, ну, порой кажется, вот зачем ты это делаешь? Братья и сестры, прошло время, я очень благодарен своим родителям. Я думаю, вы будете благодарны, молодежь, когда преимущества будут правильно расставлены, когда родители нас наставляют на этот путь христианский, где-то потрудиться, где-то через скорби, где-то страдания. Нам кажется, что мы какие-то лишенные, ограниченные, что вот им хорошо, это путь их преимущества. Братья и сестры, абсолютно нет. Я недавно встретил своего одноклассника, вы извините, но он, когда вот в школе учился, он так, у него пальцы веером были, такой вот он был, у него постоянно там деньги были карманные. А, братья и сестры, сейчас он на бомжа похож. Жизнь прошла, и вот такой образ жизни, измотавшийся, измотавшийся. Братья и сестры, пусть Бог нас благословит сегодня, посмотреть в свете Слово Божьего на свою жизнь. Что для меня преимущество? Апостол Павел говорит, у меня были преимущества. Но когда Христос мне показал путь, я Божий путь увидел, и я понял, что это благословение, это радость. Мы поем такое песнопение, там такие слова, то ухожу далеко, то льну к нему опять. Дорогие друзья, пусть Бог поможет нам проверить свое сердце, как у нас. Евангелие от Матфея, 3 глава. Иисус Христос в пустыне, искушение в пустыне. Я на одно искушение хотел внимание обратить. 3 глава. Сатана Христа поставил на гору и показал ему все прелести мира. И говорит, это все будет твоим, если падше поклонишься мне. И Господь говорит ему, отойди от меня, Сатана. Ты Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Дорогие друзья, Сатана сегодня, методы у него те же. Он нас возводит на гору и показывает. Вот посмотри, как там хорошо, как там прекрасно. Братья и сестры, и мы смотрим туда, и мы кланяемся. А Христос, он смотрел вдаль. Вот он искушение так проходил, вот смотрел вперед. Он видел преимущество пути. Надо Господу только поклоняться. Братья и сестры, потому что, ну вот путем мы идем этим, братья и сестры, и проходит время, кто-то через церковное замечание, кто-то через взыскание церковное, кого-то отлучили. И прошло время, а потом он говорит, как с Богом хорошо. Братья и сестры, а зачем через все это проходить, когда с Богом и так хорошо? Может быть, нужно сейчас пройти этим путем страдания, унижения, что-то перенести, братья и сестры. Но потом этот путь Божий будет благосновенный. Потом братьев не могут представить на кандидаты, потому что на служение, потому что у него там что-то в молодости было неправильно. Братья и сестры, на нас, на молодых, на христианах лежит ответственность. Большая, громадная ответственность. Какие преимущества будут у меня во главе? Так получилось, что я поздно в армии служил. Когда я в армию попал, с братом моим родным, мы пришли в армию. Общество такое очень грязное. Вы знаете, мы воспитывались в христианских семьях, здесь на собрании, слушали песни. Вот мы попали, и для нас это дико. Ну, я вам скажу, и для неверующих это дико, когда сначала все туда попали. Там вот это ствернословие, унижение, вот это все. Ну, знаете, день прошел, два, три. Я смотрю, некоторые мальчики, ну, неверующие, стали привыкать, им там стало нравиться. Более-менее, о, здесь кормят, говорит, даже лучше на гражданке, чем на гражданке, а нам это есть невозможно. И потом один мне говорит, я, наверное, контракт подпишу. Здесь, говорит, лучше, чем на гражданке. Я вопрос задал. Какая страшная у тебя гражданка, что ты согласился здесь контракт подписать? Как должно быть у тебя все плохо там, на улице? Потому что вот мы сдали праздник о Пасхе, мы в Церковь Христову, в общении, мы ждали этого дембеля, чтобы оттуда... Братья и сестры, вот кто-то посмотрел в тиме, понравилось, и он приспособился, и он контракт подписал, и на год, и на два, и он живет в этом, и в этом укрепляется, и в этом утверждается. Братья и сестры, ну, за все в жизни придется платить. Я недавно был в Новосибирске на общении, и там один брат мыс такую сказал, он про интернет беседу говорил, он мыс такую сказал, что если в интернете вы не платите за продукцию, то вы являетесь ее продуктом. Нам порою кажется, что все безобидно, ничего страшного, вот это посмотрю, вот так пройдет время, но приведу в порядок. Братья и сестры, пусть Бог благословит сегодня, посмотреть на свое сердце. Вот преимущество мудрого, а вот глупого. Каким путем я хочу идти? Небесным или земным? И чтобы нам вот верно в своей душе расставить преимущества, мы порой смотрим на людей, смотрим, как люди свою жизнь устраивают. Вы помните Асав? Он пишет в 72-м псалдме, я, говорит, чуть не упал. Я, говорит, едва-едва не упал, потому что, говорит, я посмотрел туда, и я позавидовал им. Люди на работе не работают, а деньги имеют. Один брат говорит, вот мне нравится, когда у меня пачка денег, красные пачки, и вот они шелестят, говорит, вот так, одна в другую. Мне, говорит, это сердцу такую радость, предоставляет. Мы в мир этот смотрим, и у нас слюнки текут. У меня есть племянница, Ульяна, как-то я к ним домой пришел, и она одела мамины туфли, 45-го размера, такие большие, знаете, и вот, ну, может, не мамины, и вот она в них идет. И вот она раз-два, и она так себя важно ведет, как принцесса в них, да, но она чуть-чуть и упадет в этих туфлях. Вот Асаф, он примерно так же говорит, я чуть не упал, потому что я не туда смотрел, не тем занимался. Братья и сестры, вы смотрите на христиан, смотрите на многодетные семьи, смотрите на братьев-служителей, смотрите на Христа, смотрите, мы часто смотрим вот на какие-то образы мирские, нас это, это так влечет. Братья и сестры, а на одной машине надпись такая была, не едь за мной, я сам заблудился. Мы часто едем за теми, кто сами заблудились, мы часто, нас ведет туда, кто сам во тьме. Пусть, братья и сестры, Бог благословит нас сегодня. Еще будет призывное слово. Бог будет уверен, Бог сегодня говорил нашим сердцам и вчера, какие у меня преимущества, чем я живу. Может быть, вот это земное, оно передо мной вот стоит, оно мне нравится, привлекает, и у меня слюнки текут, и я этим пользуюсь. Пусть Бог благословит нас. Сделать переоценку сегодня, чтобы я мог от всего отказаться, чтобы для меня преимуществом было, Божье, Святое, и тогда будут благословения. Бог никогда нас не оставит. Вот сегодня брат говорил, текст ученики говорят, мы оставили все, а Христос им потом говорит, и в этом веке получите, и в следующем. То есть, вы ничего не потеряете, то, что вы от этого откажетесь. Ничего не потеряете, а наоборот приобретете. Братья и сестры, пусть Бог благословит, идти этим превосходнейшим путем, идти путем в небо, и понимать, что преимущество только с Богом, только со Христом. Аминь.